Внеочередное 33-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа началось с обсуждения поправок в бюджет муниципалитета на ближайшие два года, который был принят еще в декабре 2020-го. Для финансового обеспечения приоритетных задач инициаторы предложили народным избранникам проголосовать за увеличение бюджета на 320 с лишним миллионов рублей. После обсуждения поправки большинством голосов были приняты. Выделили средства на покупку нежилых помещений для обустройства детских садов мини-формата, большая сумма. Также один из таких острых вопросов для наших сотрудников Дорсервис, я имею ввиду именно младший персонал, который работает на улице, выделили средства на увеличение фонда оплаты труда. Были выделены средства на проектирование детского сада в Развилке, в Лопатина. Сегодня также мы рассмотрели поправки и утвердили на ремонт дорожного покрытия, благоустройство, освещение в Купеленке. Вместе с тем также у нас запланированы меры поддержки финансовой для заслуженных работников культуры. Народные избранники единогласно проголосовали за передачу «Безвозмездное пользование ОМВД России по Ленинскому городскому округу» помещения в микрорайоне «Зеленые аллеи». Здесь появится долгожданный участковый пункт полиции, который жители давно ждали. Также депутаты поддержали инициативу по предоставлению льгот на проезд отдельным категориям граждан в общественном транспорте с нерегулируемым тарифом. Это держателем социальных карт жителей Московской области в размере 100%, держателем единых транспортных карт учащихся и учащихся сельской местности Московской области в размере 50% с 1 по 35 поездку и 99% начиная с 36 поездки. Система скидок также будет действовать при оплате проезда транспортной картой «Стрелка». Нововведение коснется шести коммерческих маршрутов. Новыми условиями проезда смогут воспользоваться полторы тысячи школьников и 11 тысяч льготников из микрорайонов Восточная Бутова, Бутова парк, Государев дом, Южная долина, пригород лесное и населенных пунктов развилка и беседы.